МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И так получилось, что треть населения Приморского края сидела на сопках и затопленных домах или ждала, когда их эвакуируют, пока остальные две трети смотрели, что происходит на острове Русском, так называемом Втором Восточном экономическом форуме. Но мы все-таки хотим поговорить сегодня о тех вещах, которые менее, может быть, зрительны, потому что когда идет машина по реке, а река, это, оказывается, дорога, или когда машина падает в обрыв, да еще гибнет человек, это, конечно, у всех на устах. Но что же интересного и важного происходило на этой конференции, на этом форуме, на Русском острове? Поэтому у меня в гостях сегодня участник, человек, который там не только сидел, но и обсуждал, директор Института истории, археологии и этнографии Довы Варан Виктор Владимирович Ларин. Виктор Владимирович, я начну с простого. Вы там готовились выступать на сессии по выделению земли дальневосточникам. До чего договорились? Один гектар, это же смешно. Доброе утро. Ну, с одной стороны, конечно, может и смешно, но с другой стороны, гектар, это гектар. И раньше не давали, да? Да, и гектар, это все-таки земля, это если тебе дают землю, почему бы ее не взять? И ты привязан к этой земле? Ну, это уже другой вопрос. Если ты не хочешь, ты ее не бери. Обсуждали, да, эту тему обсуждали, но, в общем-то, приблизительно получилось в очень таком интересном формате обсуждения. Выступали практически люди, которые в той или иной степени отвечают за выделение этих гектаров. То есть чиновники, министерства. Чиновники, да. И с другой стороны, люди, которые чуть-чуть получили эти гектары или хотели бы получить. Серьезно были те, кто... Да, то есть были награждены те, кто уже гектары получили с интересными проектами. Проект пошел в Амурской области, проект пошел в Хабаровском крае. И есть первые люди, первые победители даже вот этой конкурса, который был проведен... В Приморье? Нет, не в Приморье. Именно вот был проведен конкурс Минвостокразвития, и первые победители этого конкурса с интересными в какой-то степени, наверное, проектами получили эту землю. Но, если не ошибаюсь, подавалось около 3000 заявок, и, по-моему, первые 60 удовлетворены. Это чрезвычайно долго, чрезвычайно путано, чрезвычайно сложно с первого июня. Ну, вопрос обсуждался реально. Говорили, с одной стороны, о том, что сделано, а с другой стороны, немало говорили о том, что предстоит сделать. Потом обнаружились и проблемы, и есть понимание у власти, что эти есть проблемы. Другое дело, мне кажется, более важный вопрос заключается не в том, как давать землю, а как ее потом будут использовать. Вот ваше замечание по поводу того, что взяло, дальше что. И тут возникают очень большие проблемы, но, по-моему, власть об этом еще пока серьезно не задумывается, что будет завтра. Когда вы собирались на эту сессию, вы, помнится, рассуждали, сколько тратилось в царской России на закрепление людей на Дальнем Востоке, и сколько в процентах сейчас? Ну, не совсем так. Нет, нет, не стало. Но это другой вопрос, потому что как считать? Я просто посмотрел по 2014 году, какая доля государственного бюджета, расходов в госбюджетах. Какого века 2014 года? Естественно, 20-го. В 2014 год. Так вот, на освоение обустройства Дальнего Востока государство тратило где-то в 2013-2014 год порядка 3% бюджета, расходов. Ну, если мы сегодня возьмем даже самые, так сказать, оптимальные, самые максимальные цифры, то они вряд ли дотянут до половины процента. Но тут вопрос возникает в том, как считать и какие расходы приплюсовывать. Я не занимался специально этой темой, то есть не изучал ее. Это такие вот поверхностные суждения. Но сегодня немножко другой подход, понимаете? Совершенно очевидный этот подход проявился на Восточном экономическом форуме. Очень очевидно, что государство не намерено тратить большие бюджетные деньги на развитие региона. Мы-то с вами помним, что этих программ развития, комплексных программ развития на нашей памяти было несколько. И все они в итоге заканчивались тем, что они не были профинансированы полностью. Поэтому это умный ход. Зачем заявлять о том, что не будет выполнено до конца? Это опять привлечение инвестиций, развития. Но ведь главный вопрос, мне кажется, в том, чтобы, если мы не даем денег территории, пускай территория развивается как может, а для этого нужна и свобода все-таки административно-политическая. До этого вы не договорились там. Нет, вопрос... Или поднимались с этим? Я хочу сказать немножко о другом. Практически вот где-то два года назад, с моей точки зрения, изменился... Принципиально изменился подход правительства, подход государства к развитию этого региона. Это только поворот на восток? Нет, это не поворот на восток. Поворот на восток, это иные инструменты развития Дальнего Востока. То есть раньше как... Вот мы берем бюджетные деньги, вкладываем и будем его развивать. На них что-то строим. На них что-то строим. Но практика показала, что таких бюджетных денег не хватает. Их никогда не хватит. Ни одного государства нет такого огромного количества денег, чтобы развить эту территорию. Тем более комплексно. Ну, кроме Китая, может быть. Да и у Китая тоже не хватает средств, чтобы развить свой северо-восток. Это тоже... Кстати, да, оттуда же отток населения продолжается. Совершенно верно, совершенно верно. Это трудно поверить, но китайцы не хотят жить в Маньчжурии. Не хотят, потому что это не их историческая родина. Их историческая родина на юге. А маньчжуров не осталось? Что делать? Почему? Они остались, но они растворились. Так вот, возвращаясь все-таки к российскому, Дальнего Востока, к российской тематике. Так вот, принципиальное изменение заключается в том, что если раньше главная цель — это найти бюджетные деньги, чтобы развивать эту территорию, сегодня подход другой. Создать условия юридические, политические, социальные, для того, чтобы сюда шел инвестор и нес свои деньги. То есть развивать эту территорию за деньги бизнеса. А государство вкладывается только в инфраструктуру. Мне кажется, это более правильный подход, более трезвый, более реальный. Но в связи с этим я не могу понять, почему в очередной раз оттягивается открытие города Владивостока. Для иностранцев я говорю о том, что еще год назад они обещали к Новому году, к весне, к этому форуму, что любая иностранная делегация, любой иностранец может получить визу по прибытии. Вот что, какие аргументы у тех людей, у тех служб, которые не дают вот так открыть Владивосток? Об этом не говорилось в кулуарах? Нет, Андрей Владимирович, я думаю, что аргументы очень простые у этих людей. Любая хорошая идея требует времени на ее исполнение. К сожалению, у нас бывает очень часто, что сначала объявим, а потом думаем, что нужно сделать для того, чтобы это исполнить. Но, честно говоря, те, кто ездит в Китай через пункт пропуска вот туда, в Суэфэнхэ, видят на самой границе недостроенные, заброшенные комплексы новых таможенных помещений нашей российской стороны. Да, мы хотели очень быстро все сделать, и все это уже зароснуло бурьяном, и ничего не сделано. То есть вы думаете, что мы просто не готовы и как чиновники, и как с точки зрения безопасности, и может даже не хватает помещения и мест служб, которые должны быть в аэропорту? Ну вот мы возвращаемся к той теме, о которой постоянно приходится говорить, к проблеме менеджмента в стране, к проблеме управления. То есть принимаются хорошие решения, правильные решения, объявляются эти решения, бросаются даже какие-то лозунги, а потом оказывается, что, чтобы исполнить, не хватает ни квалификации, ни денег, а потом и желания, наверное, не хватает. Ребята, вы там делаете, но денег нет. Ну, бывает и такое, бывает и такое. Потому что можно объявить, а потом окажется, что под это объявление бюджет не сформирован, деньги не заложены. Вот с открытием Владивостока, может быть, та же самая история. Объявили, но это же не просто так, вот завтра приезжаете, то есть необходимо соответствующее оборудование, кадры. Понятно, да, это большая территория. Так что, скорее всего, не в нежелании кого-то это делать, а просто в техническом исполнении и в финансовом обеспечении этой работы. Если я не ошибаюсь, на Первом Восточном форуме был кто-то из лидеров Китая, да? Там был вице-премьер. Не Си Цзиньпин. Нет, нет, нет. А в этом году у нас было первое лицо из Южной Кореи и премьер-министра Японии. То есть вообще-то очень интересно, конечно. Ну, мне кажется, здесь два фактора сыграли свою роль. Первое. Это ведь перед тем, они же могли точно так же встретиться с Путиным вот сейчас в Ханжоу, где происходит встреча так называемой «двадцатки», да? А они приехали в Владивосток. Вот мне лично это очень нравится. Я не понимаю, что за этим стоит, но мне это очень нравится как житель нашего города. Совершенно очевиден интерес премьер-министра Японии, Синзо Абе. То есть он сегодня стремится наладить, восстановить те контакты с Россией и лично с президентом России Путиным, которые как бы свернулись, были поломаны в 2014 году. А неужели у нас до 2014 года были уж такие прямо хорошие и тесные отношения с Японией? Я вот честно говоря... Вот как раз Синзо Абе пытался их наладить, если вы помните, он был единственным западным лидером, который был на открытии Олимпиады в Сочи. Это был очень резкий смелый шаг его с его стороны. И вот сегодня он пытается восстановить эти отношения. Это, мне кажется, первая причина. Первый повод для него, чтобы приехать в Владивосток. Плюс здесь, конечно, больше возможностей поговорить свободно, открыто с российским президентом, чем это будет в Китае, будет в Ханчжоу. Все-таки там отношения Путин-Си Цзиньпин, это отношения более тесные, более близкие, они могут отодвинуть на другой план все остальные контакты. Поэтому Владивосток более удобная для этого площадка. Плюс есть второй фактор все-таки. Это стремление Китая, стремление, простите, Японии и Южной Кореи не допустить полного доминирования Китая на этой территории. Экономического доминирования, такого влияния. То есть идет определенная конкуренция между... Ну, странами в регионе. Стремление странами, да, за присутствие... За Россию. За Россию. Ну, не совсем даже за Россию, за присутствие вот на востоке России. Потому что, ну, значительная часть торговли, которая имеется между Россией и Южной Кореей, Россией и Японией, порядка 40 процентов. Доля Дальнего Востока в этой торговле порядка 40 процентов. То есть это очень важная территория для российско-японских, российско-корейских отношений. Поэтому это присутствие вот здесь двух лидеров уместно. И плюс еще один фактор. Мне кажется, это, наверное, первый симптом того, что Восточный экономический форум становится еще важной такой политической площадкой, геополитической площадкой. Платформой для закрепления российского присутствия и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и вот в Восточной Азии. И не случайно было предложение АБЭ, да, привлечить каждый год в Луне-Востоке, да, и вообще здесь все-таки там встречи проводить. Да. Конечно, если сейчас вспомнить, чем закончился первый форум, там по итогам было подписано договоров, соглашений, декларации на миллиард с чем-то, по миллиард триста миллионов. Но на самом деле, если посмотреть, что реально сделано, то сделано только то, что обещали сделать российские компании. То есть они вошли туда-сюда, а все остальные пока повисли в воздухе. То есть на самом деле нужны места, как Владивосток, как этот Русский остров, где люди просто разговаривают, присматриваются. Не знаю, какая-то такая политическая разведка, политическая договоренность. То есть здесь, конечно, об инвестициях говорилось чаще, но на самом деле, наверное, это важнее именно с точки зрения политической. Идеологии сейчас нет политической, на мой взгляд. Я абсолютно согласен. Во-первых, это как бы определенные политические гарантии со стороны российского государства. Если приезжает президент, если приезжают ведущие министры, они говорят, мы вас приглашаем в этот регион. Мы готовы вас поддерживать. Мы готовы вам давать всякие преференции. Это многого стоит. И вот обратите внимание, что как бы здесь было два таких важных момента во время форума. Ну, с одной стороны, вот я был на нескольких, на всех быть невозможно же, да? Был на нескольких круглых столах. И два таких формата выступлений. Первый формат, когда руководители различных министерств, ведомств российских, как бы сообщают иностранным инвесторам о том, что делает российское государство, какие условия здесь создаются на Дальнем Востоке для иностранных инвестиций, для развития производства и так далее и тому подобное. То есть это как раз политическое такое обеспечение. И может даже бюрократическое обеспечение, если хотите. А второе, это чисто контакты между бизнесом. Когда собираются бизнесмены, когда поднимают вопросы, проблемы, ставят задачи, которые необходимо решать. И мне кажется, в общем-то, власть их слышит сегодня. Хотя одни и те же темы поднимаются и на этом форуме, и на первом экономическом форуме. Те проблемы, которые есть у нас, которые мешают приходу инвестиций, они ведь в значительной степени остались. Но власть их вроде бы слышит и пытается как-то решать. Нет, в самом деле, когда бизнес-компании пытаются развивать бизнес на другой территории, они разговаривают бизнес-то бизнес. Здесь ни губернатор, в принципе, особенно не нужен, ни президент. Вы были в зале, когда Синза Абе произнес свою великолепную речь? Был. Просто я хочу, чтобы наши радиослушатели и телезрители поняли, насколько это была невероятная, необыкновенная, замечательная речь человека, который искренне показал, что он хочет, чтобы наладились отношения между Россией и Японией. Я даже не знаю таких примеров. Ни одной такой речи подобной я не знаю, с чем сравнить. Она, можно сказать, даже такая художественная была. Она была замечательно написана, то есть нужно отдать должное штабу, премьер-министра, и очень хорошо, четко произнесена, с хорошим настроением, с воодушевлением. Я смотрел, конечно, и в зал, и на публику, благодаря телевидению, и видел, что наш президент был очень осторожен, слушал, он не знал, к чему дело подойдет. Если не ошибаюсь, термин «северная территория» там даже не упоминался. Это вообще фантастика. Ни «северная территория», ни территориальная проблема, ничего это не упоминалось. Было только, только говорилось, что у нас есть проблемы, которые нужно решить, давайте их решать. Как приятно, когда японец цитирует Фритюфа Нансена, говоря, что вот Нансен там в 1900 году, входя в Владивосток, сказал, что это самый красивый морской город. Потом упоминает еще одного персонажа, жившего в Владивостоке, другого, причем называет адреса, где что это было. Говорит о характере застройщика Владивостока. И предлагает поучаствовать, и что Япония готова поучаствовать в развитии Владивостока, в строительстве Владивостока. И там у него мелькнула замечательная фраза, которую несколько я и не понял. Он сказал, давайте вернем Владивостоку славу международного города. Это он на какой период намекал? Самое начало 19-20 века? Я думаю, что да. Самое начало, да. Он тогда был очень интернациональным городом. Начало 20 века. До 1917 года. Очень тесные связи были. Реально открытый город. Да, и тогда много японцев работало здесь, потому что здесь была возможность зарабатывать деньги, отправлять их в Японию. Здесь были цели квартала корейцев, китайцев и японцев. На ваш взгляд, это реально, что вот так вот после этих слов японские компании могут прийти в Владивосток или на Дальний Восток? Ну, это все зависит... Ну, во-первых, они здесь есть. Крупные компании, они придут туда, где у них есть интерес. Это бизнес-интерес. А мы же говорим, что это больше политическое мероприятие. Сможет ли японское противство сказать, так, там крупнейшая компания, которая строит. Давайте построим образцовый квартал и микрорайон в Владивостоке. И давайте построим там чудесные поликлиники или больницы и оснастим их самым современным, о чем он говорил, да, медицинским оборудованием. Явно они на это не заработают. Сказать-то он это может. Кто за это будет платить? Явно они на это не заработают. Я, например, не знаю, какой японский бизнес будет готов только так выложить деньги. Он же тоже должен что-то за это получить. Но вот говорят, что в Китае, чем хороша роль коммунистическая партия Китая, сказала партия развивать там Среднюю Азию китайским компаниям. Они идут развивать. И меньше всего думают о том, что они получат прибыли. Больше всего думают о том, чтобы выполнить указания ЦК КПК. Да, я бы здесь не согласился. Нет, нет, нет. Ну, ЦК КПК ведь там тоже умные люди работают. Они ведь не хотят похоронить эти компании. Конечно. Они дают вам возможности зарабатывать деньги. Синзааба упоминал какую-то договоренность из восьми пунктов. Я ничего не нашел. Что это такое? Это не договоренность. Это предложение Синзааба. Японское предложение. Начиная с Сочи. Да, сделанные, которые были в Сочи. Они есть, они опубликованы. Почему-то у нас их не публикуют. Японцы, они опубликованы, они озвучены. Они разные. Сотрудничество в разных областях. Там общие слова? Ну, просто там обозначены сферы, в которых Синзааба предложил развивать сотрудничество. В том числе и по развитию Дальнего Востока. Одно из направлений. Одно из направлений. Там есть гуманитарное сотрудничество. Там есть сотрудничество в области высоких технологий. Вот такие вот вещи есть. Как вы думаете, почему он не говорил о Курилах? Это уже неприлично, да? Нет, он произнес очень значимую, такую знаковую фразу, что вы видите эту проблему по-своему, мы эту проблему видим по-своему. Наши взгляды не совпадают. Это очень важно, потому что всегда до этого японская сторона пыталась навязать свою точку зрения. А здесь он признает, что у нас есть разные позиции. Давайте их сближать. Вот это вот, наверное, самый главный посыл. Самый главный посыл. Мы готовы разговаривать. Мы готовы искать компромисс. Мне кажется, это как бы заявление о том, что мы готовы отойти от своей жесткой позиции, которой мы всегда придерживались. Но отойдите и вы. В общем, сейчас дело, конечно, за дипломатами. Как это все будет развиваться дальше? Буквально накануне перед встречей или перед этой речью Сидзабы Путин давал большое интервью агентству Bloomberg. И там очень славный, очень толковый журналист несколько раз его пытал на эту тему. И, наконец-то, Путин сказал, ну, я сейчас просто перескажу войну, например, так. Ну, что вы, говорит, спрашиваете, что мы отдали Китаю территорию, а Японии не отдадим? Во-первых, с Китаем, говорит, все было не так. С Китаем у нас была проблема приграничных территорий, которая существовала, не знаю, с первого, может быть, Пекинского договора. Да? Разграничения. А с Японией все совершенно иначе. Япония проиграла войну, у нас есть международные документы, там, неважно, что их кто-то не признает. И с Китаем, говорит Путин, мы решили проблему тогда, когда мы поняли, что мы понимаем друг друга, и у нас очень тесные отношения. Вот, когда у нас и с Японией будут такие нормальные, тесные, добрососедские отношения, тогда мы, может быть, найдем этот компромисс. И он тоже не упоминал, даже соглашение, нет, он говорил, я путал, он говорил о декларации 1956 года, когда и парламент тогда Советского Союза, Верховный Совет, и парламент Японии эту декларацию приняли, по которой мы готовы были отдать Японии остров Шикотан и группу островов, которые они называют Хаба-Мая. Так, совершенно верно, да. Какой здесь может быть компромисс? Условие подписания мирного договора. То есть, вот этот договор при условии подписания, и там еще было условие вывода, если не ошибаюсь, американских баз с территории Японии, если это выполнимо, конечно. Ну, то есть, на нашей с вами памяти, вот я просто сам себя вспоминал, мы столько раз сколебались, то готовы были при Борисе Николаевиче Ельцине уже практически отдать часть территории, там даже визит готовился, где он готов был об этом заявить, и было много интриг, почему это не случилось. Потом вставали в позу, ничего не замечали, теперь мы снова начали разговаривать. Но в итоге у нас есть единственный документ, да, по которому мы можем работать, это вот декларация 1956 года. Поэтому если где-то через пять или десять вдруг Россия скажет, что это декларацию, и то признает, чтобы мы сами это не удивились, потому что в головах, ладно у меня, я следил за литературой, но в головах у простых людей будет полный хаос. Ну, здесь необходимо, в общем-то, если правильно так сформулировать, пропагандистское обеспечение. То есть, люди должны знать, о чем идет речь, почему это произошло, чьи это территории, да, как они к России попали. Потому что у нас очень много порой пишут о этой проблеме, не понимая ни ее сути, а просто исходя вот из каких-то таких вот простых, примитивных посылов. Ну, а о чем сейчас говорить? Ну, начнут обсуждать опять историю, начнут выступать люди, которые... Было так, было так, было так. Одни будут говорить, не отдавать, ни пяди земли, российской земли не отдавать. Да, вот Путин ведь тоже произнес замечательную фразу, давая интервью этому агентству бурных, да, что мы нашей российской территории не торгуем. Правильно? Это абсолютно правильно. Но какие-то компромиссные решения, которые... Опять замечательные его высказы, мне больше всего понравилось про магический кристалл, да? Да, да. Магический кристалл — это наши национальные интересы. Вот это, в принципе, квинтэссенция нашей внешней политики сегодня. Наши национальные интересы. Если в наших национальных интересах будет какое-то решение этой проблемы курицкой, тогда она будет решаться. Но она должна соответствовать нашим национальным интересам. Вот это ключевое, по-моему, слово. Да, я просто напомню публике, что в свое время примерно так же была решена проблема русской Америки, когда стало понятно, что в наших национальных интересах эту территорию уступить, и за счет этого больше средств впустить на российский Дальний Восток. Вот многие об этом не знают, но отдача Америки — это означало усиление России, ну, примерно в Приморье, там буквально несколько лет разница, да? Да. Еще, конечно, мне понравилось, как Синдзаба сказал, Владимир, мы люди одного поколения, давайте нашим детям и юношам оставим проблему решенную. В общем, великолепно, великолепно, молодец. То есть, человек, который вызывает огромную уважение. Маленькое театральное представление, можно сказать. Да, да, да. Вместе с тем, примерно год назад осторожно тоже говорилось, что Япония готова сделать визит безвизовым для российских граждан. Наши, по-моему, отмолчались. И сейчас эта тема не поднималась? Нет, тема, насколько я знаю, не поднималась. Обидно, да? Ну, наверное. Но вы знаете, у нас ведь не такой большой поток туристов в Японию, чтобы эта проблема стояла остро для нашего правительства и японских туристов. Я понимаю, что вы ездите к приглашениям, а когда простой человек пытается, вот простой человек вне группы получить эту визу, там много любопытных вещей высвечивается. Ну, это безусловно так. То есть, они так... Нет, ну, с моей точки зрения, это было бы очень здорово. Это было бы очень здорово. Но тут уже вопрос, сами понимаете, политический вопрос. Рядом со мной Виктор Иванович Ларин, директор Института Истории, Археологии и Этнографии. Мы говорим о том, что интересного было на Втором Восточном Экономическом Форуме. Про японца мы поговорили, сказали, что японец молодец. А госпожа президент Южной Кореи, что интересного было с ней связано? Ну, несколько моментов я бы отметил. Ну, во-первых, конечно, традиционный, неизбежный момент пассажа Северной Кореи как главным препятствием к активному участию Кореи в Южной Корее, в евразийском проекте. То есть, Север Кореи мешает Югу Кореи? Ну, да, вы же знаете, есть предложение Пак Кингхё, президента Южной Кореи, ее идея евразийского такого проекта железной дороги от Сеула до Санкт-Петербурга и дополнительной инфраструктуры. Я думаю, китайцы не рады этому проекту с их шелковым путем. Или они даже не заметят его? Нет, я думаю, что это не особенно конкурирующие проекты, потому что все-таки шелковый путь это югом идет, и на Петербург он даже не выходит, и, в общем-то, даже на Транссиб он не замахивается. Вот это, пожалуй, второе. Это мысль о начале переговоров между Евразес и Южной Кореей о свободной экономической зоне, зоне свободной торговли. А сейчас много терминов, а пока их правильно сможешь, эти слова, да. Да, то есть начинаются подобные переговоры с Китаем, то есть фактически. И идея такая высказывается в установлении такой зоны свободной торговли с Южной Кореей. Это без таможенных пошлин? По сути, да, получается, да. То есть это, в общем-то, вещи такие очень серьезные, прорывные, то есть, по сути дела, ну, это не присоединение Китая и Южной Кореи к Евразес, но это, в общем, такое экономическое, открытое экономическое пространство, которое, в общем, как бы выгодно, это в своем каком-то роде противовес транс-тихоокеанскому партнерству, да. Ну да, которое заключается США со странами на берегах океана. Да, да. Так что вот эти, пожалуй, сюжеты, ну и, конечно, ее заявление о том, что Южная Корея очень заинтересована в развитии Дальнего Востока, роли Дальнего Востока. Ну, это общие слова. Да, это общие слова. Они все говорят. Да. Что у нас тогда в Северной Корее? Насколько Россия по-прежнему может повлиять на эту страну, которая закрылась, по-моему, от всех и даже от друзей? Я думаю, что в очень-очень малой степени сегодня. Китай даже очень мало может влиять на... И Китай тогда в раздражении. Да, в очень раздражении большом. И китайские коллеги постоянно говорят, что у нас, по сути дела, нет рычагов. Ну, идти на рычаг перекрытием все поставки там энергоносителей и продовольствия, но это же ни к чему хорошему не приведет. Если не ошибаюсь, Путин очень осторожно сказал, что нас не устраивает, то есть нас, Россию, что Северная Корея сама присвоила себе статус ядерной державы. Как-то так фраза прозвучала. Ну, это достаточно даже четко и резко прозвучало, что Россия не согласна с этим. Она будет всегда против этого. То есть мы против распространения ядерного оружия. А это фактически распространение ядерного оружия. И это понятно, потому что если Северная Корея получает статус обладателей ядерного оружия, что мешает таким же статусом обзавестись Южной Кореей, Японии, Тайваню? Ну, это же цепная реакция, это страшно. Доктор Владимирович, мне кажется, этот статус не присваивается, а завоевывается. Вот есть у тебя оружие, и все, и сунься ко мне. Нет, ну, с технологической точки зрения Япония, та же самая, может очень быстро стать обладателем ядерного оружия. Понимаете, с точки зрения технологии, это очень просто сегодня. С политической точки зрения, вот тут вот как раз Северная Корея, это раздражитель. И вы считаете, что Северная Корея не может иметь это, не демонстрировать атомное оружие, потому что это неправильно, хотя Северная Корея постоянно угрожает самая могущественная сторона нашей всеверной Соединённой Штаты Америки. Понимаете, вот это как раз ситуация такая тупиковая, патовая. Одни угрожают, а другие говорят, а мы вам ответим, что... Да, но угрожают. Её больше эту угрозу сами северокорейцы раздувают, чтобы обосновать то, что они обладают ядерным оружием. Я думаю, что никто не думает, что Соединённые Штаты собираются нападать на Северную Корею. Кто его знает? А кто мог предсказать, что Соединённые Штаты влезут... Вы знаете, куда влезут. По многим странам Лижнего Востока. Ну, там был, так сказать, был другой стимул. Там всё-таки проблема нефти, проблема контроля за регионом, а здесь ситуация немножко другая. А отношения между Севером и Югом по-прежнему такие неустойчивые? Очень неустойчивые. И хуже? Ну, они же колеблются, то хуже, то лучше. Да вот это лучшее, по-моему, что хуже, то и хуже. Ну. И буквально, по-моему, в этот момент происходили масштабные учения американских войск на территории Южной Кореи, с Южно-Корейской армией. И, по-моему, даже наш МИД впервые выразил эту озабоченность, что это на наших рубежах происходит. Да. И самолёты часто летали над моим домом, патрулируя пространство. То есть... Да, совершенно. У нас тут это всё очень непросто. Всё очень непросто, да. Самое тяжёлое, конечно, положение у Южной Кореи с этой точки зрения. А я бы сказал, у Северной Кореи. Там людям тяжелее жить. Нет. Или они в этом... Ну, они же, так сказать, сознают всю эту... Весь этот ажиотаж, всю эту неспокойную ситуацию. Так вот, если я не ошибаюсь, разговор о том, чтобы протянуть ветку железной дороги через Северную Корею до Южной, он ведётся последний лет 20, и все наши министры железнодорожного транспорта как-то даже время от времени говорили, что да, практически мы реконструировали путь там до ближайшего корейского порта Раджин, осталось дальше совсем чуть-чуть, и вот и не получается. Хотя, если такая дорога заработает, конечно, я думаю, что для Северной Кореи это будет принципиально важное изменение просто общей ситуации. Но они упорно этого не хотят. Упорно не хотят. Ни нас не пускают, никого и предпочитают... Ну, это значит, может быть, даже конец их закрытости. А вот этого они никак не хотят. Я бы хотел, чтобы вот наша публика, которую она сейчас слушает, когда мы говорим о Северной Корее, просто вспомнила, что в истории нашей страны был примерно такой же период, и мы должны, наверное, относиться к Северной Корее с максимальным пониманием. Лучше, чем мы, наверное, никто не может понять, что такое жить в стране, которая всех считает вокруг себя врагами и только себя молодцом. Ну, в общем, да, конечно. Что еще интересного было за эти несколько дней на Русском острове? Вы знаете, я еще один, наверное, момент отметил бы, который был на пленарном заседании, который обратил мое внимание. В речи российского президента ни разу не прозвучала интеграция России в АТР и поворот России на Восток. Как же так? А вот любопытно очень, что главный лейдмотив был это развитие евразийского экономического, единого евразийского экономического пространства. акцент переносится с индивидуальной стороны, с нас, сообщества. Нет, акцент России переносится с вот этой интеграции в АТР на интеграцию Евразии. Вот это вот новое абсолютно, мне кажется, на таком форуме прозвучало. Это прозвучало, кстати, на Санкт-Петербургском форуме идеи евразийского пространства. Это в этом же году, да? В этом же году, да. И сейчас она получила развитие на Владивостокском форуме. И, кстати, ее эту идею поддержала президент Южной Кореи. Ну да, вы как раз сказали. Вот Синдзоабы, он что-то там сказал об интеграции в АТР, об этом. Путин говорил об интеграции на евразийском континенте. То есть у нас меняется риторика. У нас меняется риторика. Сегодня активно вот как раз говорят о взаимодействии между Евразес. Ну сейчас там была аббревиатура ЕАЕС. Вот такая вот. В двух словах. Публика не знает, что такое. Евро-Азиатский экономический союз. Ну Россия, Казахстан, Белоруссия. Там пять стран. Пять стран я даже точно не помню. Вот. Не помню точно. Ну меня больше интересует, что здесь происходит. Понимаете? Все-таки. Ну это Россия, Белоруссия, плюс Казахстан, плюс... Киргизы, Монголы. Нет, Монголы ей не входят. Это Центральный Азиатский Узбекистан, наверное. То есть постсоветское пространство. Исправлюсь, посмотрел, узнаю. Да, постсоветское пространство. Постсоветское пространство. Да, республики постсоветского пространства. И сейчас вот, во-первых, есть проект, даже это не проект, идея координации проекта вот этого Евразес с концепцией «Один пояс, один путь» китайской, да? «Один пояс, один путь» или строительство нового экономического шелкового пути. Экономические зоны шелкового пути. Вот о сопряжении этих проектов говорят уже в последние два года. И вот от этого сопряжения выходит сейчас уже на единое евразийское пространство. И вот эта идея единого евразийского пространства звучала в речи Путина, прозвучала она в речи Пакенхе, и была даже специальная сессия, которая была по развитию Евразии. Это интересно. Значит, они уже обговаривают и готовят. Кроме Южной Кореи, если так заинтересованы. Вот идея о единой зоне, о зоне свободной торговли между Евразес и Южной Кореей, между Евразес и Китаем, это как раз и развитие вот этого евразийского проекта. Вот это, мне кажется, тоже очень любопытная тенденция, которая прозвучала на Восточном экономическом форуме. Американцы были? Ну, я думаю, что были с американцами, пересекаться не приходилось. Ну, я думаю, что, конечно, были наверняка дипломаты. Были ли бизнесмены, не знаю. Где-то полгода назад вдруг такая появилась идея, что Россия готова предоставить Китаю возможность построить скоростную железную дорогу, участок между Краскино-Хончунь до порта, по-моему, Пассиет, либо до порта там в Зарубино. Причем по новейшим технологиям, поезд в трубе с вакуумным двигателем. Не говорилось об этом? Я, по крайней мере, не слышал. Я был на деловом саммите Россия-Китай. Это там не звучало. Выступал, выступал там руковод, кто-то из руководства российских железных дорог. Но там говорилось о скоростной железной дороге Пекин-Москва и участок Казань-Москва, который уже проектируется. Нет, он еще не строится, он проектируется. К сентябрю должен быть уже проект готов, и дальше пойдет уже строительство. Об этом говорилось. Скоростное движение Москва-Казань до 300 км в час. Да, ну, поднимались вопросы Приморья-1, Приморья-2. Я хотел спросить, да, так называемые дороги. Они говорили, да, что там строится, что будет увеличиться объем, что уже пошли первые там грузы там, что собираются увеличить грузооборот до 40 миллионов тонн по этим железным дорогам, по этим, как бы, переходам. Ну, это все говорилось. А вот о таких проектах, видимо, слишком много там фантастики ПК. Ну, это такая красивая фантастика. Красивая, конечно. Я всегда не мог понять, почему мы, такая громадная страна, так запаздываем в модернизации нашего железнодорожного транспорта. Я могу ответить, потому что это очень дорого стоит. Дорого, а потому что мы такая большая страна. Представляете наше пространство? Сколько нужно, сколько это будет стоить? Поэтому все же Япония... География наше проклятие. Да, в этом плане, да, это проблема. Потому что Япония стала строить сеть своих высокоскоростных железных дорог достаточно давно уже. Вот, а Япония маленькая страна. Почти тысячи километров оттуда и досюда, с севера. Это тысячи километров, да. От Владивостока чуть дальше, чем до Хабаровска, да. Ну, тут говорится, имеешь большую страну, имеешь большие проблемы. Вспомните, что говорил, опять же, в ведущей пленарной сессии Кевин Ратт, вспоминая Австралию, да сколько Австралии можно поместить на Дальнем Востоке. Да, 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 да. И Австралии, по-моему, тоже неважно с железными дорогами. Да. Что еще интересно было у нас последние пять минут? Из таких, что важно для вас, как представитель академической науки и неравнодушного и настоящего коренного жителя города Владивостока. Ну, во-первых, меня все-таки больше всего обрадовали призывы Синдзо Аббов делать Владивосток. Нет, не каждый, каждый год. Это ладно, это вопрос технический, а вот сделать Владивосток настоящей столицей, азиатской столицей России, да. Угарское слово ворота, да, по-русски. Ворота, да. Я все-таки как-то выступал и писал, что Владивостоку надо передать статус города федерального значения для этого. Ой, вы здесь не первые, кто об этом говорит, знал. Ну, были такие идеи уже, да, их высказывали на разных уровнях. Я думаю, что это назревает. И я думаю, я даже, по-моему, встречал буквально пару недель назад кто-то в Москве, чуть ли не Рогозин, обмолвился, что что думать, вот Владивосток, Тихоокеанская столица. Значит, статус федерального значения, ну, это, конечно, не знаю. При нашем государе это может быть решено в один момент, а может быть, это и останется фантазией. Может, и останется, хотя это все назревает, понимаете. Мне кажется, это необходимо. Город федерального подчинения. Необходим, конечно, необходима соответствующая инфраструктура, чтобы Владивосток стал реально столицей, да. Необходима соответствующая инфраструктура. То есть, ну, необходим просто такой государственный комплекс переговорный, конвенционный. Так вот уже русский остров. Я не знаю, как там с образованием. Ну, это остров, но это федеральный. А вот конвенциями там хорошо, да? Все-таки, когда это проводится на базе федерального университета, это, наверное, хорошо, с одной стороны, но все-таки это немножко упрощение. А вам не показалось, допустим, я, когда в последнее время, да даже вот этим летом возил своих даже иностранных гостей по Владивостоку, особенно, когда машин мало, что сейчас очень приличный город. Места им просто вот очень приличные. И даже центр, особенно поздно вечером или ночью, когда вот, когда по нему можно проехать, он выглядит очень достойно. Вы знаете, это много. Многие говорят, кто приезжает сюда. Вот мне приехали, приезжают коллеги, вот так вот смотрят из Москвы, там, из-за рубежа. Всем Владивосток очень нравится. Ему бы еще фасад сделать, понимаете, вот, чтобы он с моря смотрелся. Была такая программа городская, она чуть-чуть кому не закончена. Вот это, конечно. Но идет процесс. Нет, город меняется в лучшую сторону. Ну, если бы это происходило не только с Владивостоком. Хотелось бы, чтобы это происходило и со всеми природами. Но, опять же, вопрос средств, возможностей и так далее и тому подобное. Несколько недель назад мы говорили в этой же студии о том, что нам не хватает населения. В городе должно быть 3-5 миллионов. То есть нужно изменить еще подход к самому развитию территории. Что именно города сейчас. А вот как раздача земли, когда человек выдергивается с города и езжает на свой гектар, она этому все мешает. Ну, я не уверен, что большое количество горожан поедет куда-то на свой гектар. Горожане, да. Вот. Потом, с другой стороны, понимаете, по-моему, эта программа сейчас реализуется. Вот пространство от Владивостока до Уссурийска. Вот вам большой Владивосток. Вполне может быть реализовано здесь. 90 километров. Вопрос в том, люди должны сюда ехать для чего-то, понимаете. Они должны сюда ехать для того, чтобы понимать, понимая, что здесь можно себя реализовать, что здесь можно хорошо устроиться, что здесь можно заработать деньги в разных сферах. В бизнесе, в образовании, в науке, в администрации, где угодно. Вот это, наверное, главная цель нужно создавать для этого условия. Виктор Владимирович, я думаю, что вы и ваш институт, наверное, один из таких центров, где, сейчас скажу плохое слово, готовятся важнейшие аналитические документы для нашего правительства, должны же все это как-то вот туда подсказывать. Слушают в Москве жители Дальнего Востока, да еще специальных экспертов в институте истории. Вы знаете, вопрос интересный. Никто же не докладывает, что мы вас слушаем. Но, знаете, вот некоторые решения, то есть предложения, идеи, потом смотришь, они реализуются, эти идеи. Вот много лет мы высказывали там разные идеи развития перегоничного сотрудничества с Китаем, все прочее. Говорили, 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 и слова превратились в политические документы. Да, мы говорим, так сказать, о роли перегоничного регионального сотрудничества. Реализуются наши слова, других людей. Это все где-то аккумулируется и принимаются, в конце концов, решения. Может, не так быстро, как хотелось бы. Порой мы забегаем вперед. Но все-таки мне кажется, что отклик есть, результаты есть. И, понимаете, еще один интересный, я бы отметил момент. Вот раньше все говорили о переселении народа, населения на Дальнем Востоке, сегодня впервые начало звучать в притчах московских чиновников, как нам удержать население на Дальнем Востоке. Вот когда говорят о Дальневосточном гектаре, говорят, прежде всего для того, чтобы удержать население здесь. Тоже меняется как бы сознание. Меняется. Но там много фантазеров, даже в этом славном министерстве по развитию Дальнего Востока. То, что я читал в их записках, было примерно так. А вот те люди, которые будут работать в Торах, Надеждинский, Артемовский или в свободный порт Владивосток, вот они-то и будут жить на этом гектаре. Ребята, вы хоть на карту посмотрите. Я могу напомнить, что был такой полпред у нас по Дальнем Востоке у Исхаков, который обещал 18 миллионов перевести на Дальний Восток. И все были бы татары. Ну, не знаю, большие были бы. Так что... Если я могу вам предложить вот эту идею. Я помню, что вот ваша идея с Тихоокеанской России, она ведь тоже прозвучала хорошо. Может быть, она не была принята, но иногда даже московские чиновники, тот же Арагозин, об этом говорят. Так, может быть, провести какую-нибудь конференцию о возможной предании статуса федерального города Владивостоку? То есть, эту тему надо разговаривать, расшевеливать. Городские власти должны, прежде всего, принять здесь активное участие. Ну, при нынешнем положении с городскими властями, тут надеются... Ну, есть еще и городская дума, которая могла бы этот вопрос инициировать. Дума, да. Мы готовы поддержать эту идею. Это чрезвычайно важно. Это просто невероятно важно. Я думаю, что это будет невероятной... Это намного важнее, чем статус даже порта Франка. Надо бы Елену Валерьевну будет на видскую попросить. Да, для диалога. Да. Ну, вот такой был разговор. И, конечно, я понимаю еще раз, что мы говорили о вещах, кажется, очень отвлеченных на фоне того, что очень многие наши жители Приморского края сейчас по колено в воде пытаются что-то выкопать из своих огородов. Но на самом деле то, что происходило на русском острове, то, что здесь четыре дня был наш президент, то, что с ним были ведущие министры нашего правительства, то, что сюда приехали два лидера очень важных стран Южной Кореи и Японии, это необыкновенно важно. Пускай не все мы знаем точно, но благодаря Виктору Лаврентьевичу мы кое-что поняли лучше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.